И в целом есть три вида силы в этом мире. Они все от Бога идут. Первый вид силы — это природа. Природа дает человеку здоровье, стихии природы. Солнце дает человеку хороший иммунитет, хорошее пищеварение, способность избавляться от токсинов. Она дает человеку психики оптимизм, радость. Ра на древнем языке означает солнце, дасть означает давать радость. Солнечный человек радостный. Солнце, ты посмотри, какое солнце в дашине. Солнце, оно дает свое тепло тебе и мне. Солнце, дарите солнце, как весенние цветы. И станет на земле еще светлее. Видите, свет может просто от солнца исходить, а может от человека исходить свет. Если человек солнечный, радостный, это значит, что у него глубокая любовь к солнцу. У него с солнцем отношение любви. Может, этого даже не знать. Он с ним не целуется, понятно, с солнцем, но это другой вид любви. Любовь означает гармония, идет связь. С солнечным человек становится. Некоторые люди пасмурные, печальные. Означает, что своей связи не хватает. Природно женщины больше нуждаются в солнце. Потому что солнце дает мужскую энергию. Поэтому мужчины более оптимистичны по природе. Женщинам нравится, когда мужчины оптимистичны, они радостны. Маленький ребенок, мальчик тоже такой, всегда радостный. Солнцем наполняется, у него больше солнца в организм заходит. Девочка она спокойная такая. Маленький мальчик радостный. То есть он наполняется солнцем. Так же мужчины тоже. Поэтому женщины очень сильно нуждаются в солнце. Они даже на солнце любят. Думают, когда же на солнце? Они любят загорать на солнце, контакт с солнцем. Женская природа очень любит контакт с солнцем. Ей нужно солнце обязательно любой женщине. Она любит наполняться и наполняться солнцем. Видите, эта стихия дает человеку здоровье. Также есть вода. Вода — это женская энергия. Вода дает человеку спокойствие, доброту. Она влияет на все взаимодействия в организме. Допустим, если у человека есть дисфункция почек, сердца, аритмия, желчеводящих протоков. Значит, у него не хватает любви к воде. Контакта с энергией воды не хватает. Некоторые думают, какая может быть любовь к воде вообще? Что это за любовь такая? Видите, женская природа спешит к морю синему. То есть женщина нуждается в силе. Она нуждается в том, что дает ей всегда покой и счастье. Поэтому энергия воды, она всегда движется. Куда она движется? К морю синему. Там, где волны сильные, лещится всегда. Ну, то есть это так устроена энергия женщины. Веды объясняют, что женщина, женская жизнь печет, как река. А мужская стоит и растет, как берега. Река увеличивает берега, берега. Делает их сильнее. Женщина благословляет, она, это энергия, благословляющая сила. Мужчина, исполняющая силу. В этом мире так устроено. И так, видите, любовь к природе дает здоровье. Воздух дает здоровье нервной системе, дает концентрацию человеку, работоспособность, силу, активность, выносливость. Земля дает спокойствие, умиротворение, покой, хороший сон. Деревья дают человеку терпение, способность переносить трудности и так далее. Природа дает человеку здоровье и энергию жить. Если у человека нет контакта с природой, он любит город, лес не любит, речку не любит, любит свою квартиру, там нет природы. Там нет куда брать здоровье, поэтому он чахнет, становится таким больным. Больной означает, нет контакта с природой, все больше ничего не означает. Это не значит, что ты недостаточно таблеток выпил, или недостаточно операций сделал в жизни. Может, тебе надо больше операций, чтобы их здоровье сделать? Нет, больной означает нехватка с природой, контакта, любви. Надо любить природу. На дальней станции сойду. Право по пояс и хорошо с былым наедине Бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь По Васильковой синей тишине Классно? Любовь в природе означает. Бродить в полях ничем не беспокоится. Ну, то есть, означает, будет здоровым человек сто процентов. Если ему хорошо не на диване лежать, а бродить в полях. Разницу надо понять. Теперь есть люди, которым не хватает энергии, успеха. Они среди людей, им тяжело. Не могут выйти замуж, жениться, не могут устроиться на работу, не могут иметь нормальную зарплату. У них есть трудности в социуме. Какой энергии не хватает? Энергии Бога не хватает, которая идет через людей. Через людей. Нужно учиться любить людей. Потому что любовь к людям дает человеку все возможности жить. Причем есть разные виды любви. Например, если женщина с радостью служит всем, заботится обо всех. Ей очень нравится помогать всем. Что она обретает? Какой вид силы? Как называется этот вид силы? Красота, мужчины говорят. Красота. Женщины не знают. Мужчины знают. Видите, есть разные виды силы. Но все они возникают из контакта с людьми. Мужчина не может быть сильным, если он просто для себя живет. Если он начинает жить для кого-то, тогда он становится сильным. Сразу возникает вопрос, если ты не женат, как ты будешь жить для кого-то, если ты еще для кого-то не живешь. Вот поэтому в этом загвоздка. Женщина тоже думает, как я буду заботлива, если не о том заботиться. Человек должен, женщина должна заботиться о подружках, о родителях. Она должна почувствовать себя такой счастливой в отношениях, что ей уже не нужна семья. Вот такой эффект должен возникнуть. Когда она чувствует, что у нее и так все хорошо, она о всех заботится, она обрела большую семью в жизни. В этот момент ее начнут любить. Я сделал предсказание. Я точно вам говорю, именно в этот момент ее начнут любить. Когда мужчина чувствует, что он способен побеждать судьбу, он способен быть сильным, и он даже становится сильнее женской красоты в какой-то степени, может терпеть эту энергию женской красоты, в этот момент он становится любимым. И так, для того, чтобы быть успешным в этой жизни, человек должен научиться видеть Бога в людях. Он должен полюбить людей. Он должен стать счастливым в отношениях с людьми, наполненным служением им. И тогда он станет успешным. Субтитры создавал DimaTorzok